Продолжим выпуск программы Утро Донбасса и спешу представить вам нашего еще одного гостя Рябичев Виктор Дронович, ректор Луганского национального университета имени Владимира Даля. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, Виктор Дронович! Расскажите, пожалуйста, мы вас пригласили поговорить о завершении вступительной кампании. Скажите, можете ли вы сейчас уже с нами поделиться какими-нибудь результатами? Конечно, вы знаете, да, завершается приемная кампания. Я буквально всегда заходил и смотрел, как идет ход, как идет работа и видел лица будущих студентов. Я уже называю их будущих студентов, потому что они всегда радостные, веселые. Они сдали документы в крупнейший вуз республики. И надо отметить, вот если сравнить этот год и следующий, то мы практически на одном уровне. Это радует нас. И на сегодняшний день около пяти тысяч документов сдано. Это как раз уровень прошлого года. Так что мы практически вот те поставленные задачи выполняем. Что бы хотелось бы отметить? Вы знаете, все-таки вот такие результаты это от того, что в нашем Далевском университете работают прекрасные учителя. У нас работают мэтры науки. И мы гордимся ими. И когда приходят, вот сдают документы, и они видят, что действительно в этом вузе видят фотографии, общаются, что есть прекрасные учителя. И мы видим результаты. На сегодняшний день, если проанализировать, то можно с уверенностью сказать, вот программа 2023 мы уделяли и уделяем внимание техническим направлениям. И действительно мы выдерживаем вот те задачи, которые мы поставили. У нас нет снижения, у нас рост на 12-15 процентов на технические специальности ребята идут. Это нас радует. Но надо отметить, что помимо техническим специальностям каждый вправе выбирать свою специальность. А у нас их более 110, все-таки крупнейший вуз. И нужно сказать, что и на другие специальности идет большой набор. Есть большие конкурсы, более 12-15 человек на место. Но ребята, это их не пугает, они бодры, и я думаю, желающие, безусловно, все поступят. Но как и в те годы, вот каждое направление, каждая специальность набирала студентов, набирали группы. И сейчас я вижу, что действительно результат свое дает, потому что все-таки классический университет. И ребята идут. Конечно, вот завтра заканчивается прием документов, подойдет пора экзаменов. Но, тем не менее, мы все надеемся, я желаю всем-всем абитуриентам, которые сдали документы, поступить в наш вуз и стать студентами нашего вуза. Скажите, пожалуйста, какая же специальность пользуется более популярной? Вы знаете, сейчас молодежь подает документы и девушке, и ребятам на техногенную безопасность, пожарную безопасность. Потому что эта форма дисциплинирует. Это институт гражданской защиты. Это институт гражданской защиты. И вот все, когда 300 человек в форме идут на параде, идут на каких-то мероприятиях, для молодежи это, конечно, очень интересно. Дисциплина – это раз, уверенность – это два, четкие выполнения вот тех задач, которые им ставят, и они это делают. Это пример для всех. И вот на это направление очень много-много идет, ребята. Также идет и на экономические специальности. У нас в этом году практически мы закрыли вот те задачи, которые нам у нас по специальностям, они закрываются, и есть полный набор. И я бы сказал, машиностроение, технические специальности, особенно вот люди, молодежь, всегда сейчас это IT-технологии. Ну, это же, конечно, для них это все будет. Ну, только на герой популярности. Да, и у нас постоянно, у нас прекрасные руководители, прекрасные профессора, прекрасные, знающие свое дело, и вот здесь идет хороший набор. Собственно говоря, если разбираться и вкратце вот так посмотреть, то практически так стабильно по всем специальностям у нас есть набор, есть и будут прекрасные группы. Скажите, пожалуйста, вот после окончания учебы, как интересуетесь судьбой выпускников? Вы знаете, постановление правительства вот в этом году, каждый специалист направляется университетом на свое рабочее место, заключается договор, руководитель предприятия принимает, дает ему первое свое рабочее место. Ну, а мы, безусловно, контролируем. Нас это тоже волнует, как наш молодой специалист пришел на рабочее место, как к нему отнеслись, потому что следующие выпускники должны четко понимать и знать, что их ребята работают, четко есть наставник, помогают. И особенно, самое главное, мы всегда всем говорим, ребята, приходите в наш Далевский университет, вы работаете, но всегда получите помощь. Мы всегда посоветуем, как сделать, как лучше что-то выполнить. Мы всегда рады видеть. Так что связь у нас постоянная. Спасибо большое за то, что пришли сегодня на наше утро и рассказали нам очень полезную информацию. Спасибо.